Клуба Ладога, Родион Ельщиков, сейчас вам расскажет о органитах, энергоприборах и их использования. Пожалуйста, встречаем. Здравствуйте еще раз. Органиты. Давайте познакомимся. Меня зовут Родион. Я занимаюсь альтернативной энергетикой, альтернативной историей. Основатель каналов, таких как Руины и Руинисты, это Сакрал Кнулыш, Сакральные Знания, это мы открыли портал, чтобы собирать, аккумулировать все знания, потому что столкнулись с такой ситуацией, что видишь материалы, потом пытаешься их найти, а их нет, они потерты. И не только материалы, но и какие-то книжные источники. Сайт мы создавали именно для этого. Кстати, именно на нем мы публикуем материалы Ладоги. Активный участник клуба Ладога, исследователь-изобретатель. Коротко скажу пару слов. Это талисманы-кулоны из органита и гармонизаторы пространства. Это большие. Меня спрашивали, можно ли носить сразу и, например, пилюлю Острогора и кулон. Ну вот самое простое, могу показать, что вот у меня мой кулон, вот пилюля Острогора. В одном кармане все вместе и все в порядке. Потому что это приборы разного спектра действия, они работают по-разному. И вот про органиты я сейчас расскажу, а вот про пилюлю вы уже знаете и видели видео от Острогора. Маленькие кулончики, ну вот они маленькие, да, это для персонального ношения, на себе, на вещах, в сумках и так далее. Детям, у меня дети, у меня вносят школу там с собой, как красивый талисманчик, кулончик. А вот большие, это уже гармонизаторы пространства, это уже используется для помещений, для каких-то залов, для квартиры в первую очередь. Есть еще такой формат, это когда люди заказывают, например, для участка. То есть берется четыре организатора, но они не такие, они попроще, значительно там не используются дорогие смолы, минералы, там попроще. И они закапываются по периметру участка, и у вас участок получается в некотором роде кронирован. Оргон это одно из названий биоэнергии. Очень хорошо он нужен и помогает восстановить и усилить биополе, оздоровить организм, защититься от электромагнитного излучения, благодаря тому, что он его не снимает, о чем я скажу дальше, он его преобразует. Наполнить дом живой энергией, создать гармонию, повысить биологическую ценность продуктов питания и оживить воду. То есть вот в данном случае я когда-то давным-давно, когда еще начинал, больше 10 лет назад, прочел книгу Кеврина, и он в частности говорил про воду, очень интересно. И вот происходит структурирование воды посредством слов, посредством предметов. Например, ребята наставят воду на Шенгите, а у Астрогора там всегда кувшинчик с водой стоит в холодильнике. Помогают организмы также быстрее восстанавливаться после стрессов, наладить межречностные отношения, потому что они меняют вокруг вас поле и вас начинают немножко по-другому воспринимать. Вот, задействовать силу намерения по максимуму, это один из типов органитов, я скажу, есть такие. Вот, активизировать творческий потенциал, потому что когда он рядом с вами, то у вас получается чакры освобождаются, они лучше прочищаются, потому что ваша жизненная энергия остается с вами. Ну как минимум она остается с вами, а как максимум вы еще получаете что-то сверху, а не только то, что у вас есть. Ну и притягивать нужные события в жизни, это как следующий этап, можно направлять и делать управляемые мыслеобразы с помощью органной энергии, направлять энергию на какие-то события. В истории человечества в разных культурах и учениях вот жизненная энергия получала разные названия, в зависимости от того, где это применялось. Вот на востоке мы знаем, в Индии прана была, в Китае ци, в Японии чи, на Гавайях мана. Кстати, может быть отсюда вот это есть выражение мана небесная. На западе это уже адическая сила и животный магнетизм, Мессмер и Аргон это Райх, это уже вот последняя. Также космическая сила, эфир, энергия рейки или биоэнергия. Все это разные названия одного и того же. Итак, Франц Антон Мессмер. Первый, кто заговорил и начал более-менее изучать накопление жизненной энергии, он назвал его животным магнетизмом и создал первый аккумулятор такой жизненной энергии. Вот он на изображении, это Мессмеров чан с водой. Главное действующее лицо моего доклада это Вильгельм Райх. Австрийский и американский психолог, он один из основоположников американской школы психоанализа. Все, кто сейчас вот работают по этому направлению, это вот он заложил эти основы. И кстати, в 22-м году Райх получил степень и стал первым клиническим ассистентом доктора Фрейда. Я считаю, это достаточно серьезная такая характеристика человека, потому что Фрейд был специфическим человеком, с ним не все могли работать, не все срабатывались и так далее. И кстати, вот в 24-м году стал Райх первым директором института психоанализа. У него были свои взгляды на то, откуда, почему и как берутся разные проблемы у людей. Вот он их излагал и частично он разошелся в этих взглядах со своим учителем с Фрейдом. В 39-м году его пригласили в Нью-Йорк и переехав в 39-м году в Нью-Йорк, он основал институт Аргона, где продолжил свои исследования по биоэнергии, энергии жизни. До этого он уже открыл, поставил ряд экспериментов, опытов и открыл эту энергию, но уже с помощью технических средств, которые были доступны на тот момент. В 50-м году он создал приборы, способные восстанавливать в организме человека, истощившиеся с годами аргон, потому что он считал, что человек как биологическое существо накапливает аргон, и у него происходят проблемы и болезни из-за того, что он теряет этот аргон. В ходе исследований он установил, что органические материалы, содержащие углерод или кремний, такие как бумага, хлопок, шерсть, песок, стекловолокно, они притягивают и аккумулируют аргон. А металлы притягивают аргон и тут же его отдают. За счет этих свойств материалов он сделал свой первый такой нехитрый прибор, который позволял собирать вот эту, накапливать космическую энергию. Он сделал ее из ваты и дерева и металла в качестве прослоек. Очень хорошее наглядное видео, которое показывает проникающий аргон сквозь камеру. И дальше как происходит на самом деле накапливание. Почему внутри концентрация увеличивается, почему она становится больше. Происходит переотражение от железных слоев. И внутренняя полость заполняется больше. Вот эта конкретно камера, это ровно как в книге. Мне повезло, я купил книгу Райха. Она переиздавалась в 2015 году, 8 лет уже. Я купил эту книгу, я всю прочел, все его опыты, все, как он дошел до камеры, как он дошел до аргона. Путь был вообще не быстрый. То есть мы-то вот уже пользуемся по факту готовым изобретением. А вот этот проследить путь, как человек к этому шел. Вот эта камера, так сказать, натуральную величину, как она выглядела. То есть это был большой железный ящик, внутри деревянный, перемежающий слоей. Он использовал в частности не только вату, но и стекловату, и обитый железом. Пациент проходил сеанс в такой камере 20-30 минут. Вот маэстро за изготовлением камеры, общая схема. То есть человек мог сидеть, там специальная операция и так далее. Но вот ставился простой стульчик. И, кстати, вот именно отсюда, из этих камер, вот эта современная камера Райха, в Уфе есть такие опыты ставятся, и в Москве ставятся. И вот из этих камер родились работы, и произошли зеркала Козырева. Это вот, зеркало Козырева, это развитие вот этой технологии. И Влаиль Казначеев, последний из учеников, значит, и соратников Козырева, который занимал... Кстати, вот у Казначеева очень забавно, у него дома было зеркало Козырева. То есть он вот открывал, ну, грубо говоря, там вложился и так далее. Состояние аргона. Он открыл, что аргон может существовать в двух состояниях. В позитивном и в негативном. Позитивный, он назвал как позитив аргон радиаэшн. Радиаэшн это излучение, да? То есть позитивное аргонное излучение. И ДОР, ДЭДЛИ, смертельное, негативное, отрицательное излучение. В чем опасность излучения? Все вот эти вышки, все вот это и так далее. Дело в том, что любое электромагнитное излучение, оно способно убить жизненную энергию, деструктурировать ее, разрушить. И вот это самое опасное. Сама по себе эта энергия на нас не так сильно влияет, как вот то, что у нас есть своя жизненная энергия, а она вышибается, выбивается вот этими всеми излучателями. То есть все наши там телефоны, да? У нас компьютеры. У компьютера у него Wi-Fi. Wi-Fi точки. Это все излучает, да? Блютуз. То есть когда, например, человек берет телефон, наушники блютузные, да? Я, например, не использую беспроводные, потому что это излучение, а два наушника рядом, это получается, мы себе жарим мозги. А когда у вас шнурок, у вас излучается не так серьезно, да? Ну, лишнее излучение, ну зачем? И вот как раз-таки задача органита, это вот убрать вот это отрицательное излучение. Как работает органит? Вы видите, вот большой органит, это как раз для гармонизации пространства. Есть конусы, есть усеченные пирамиды, есть усеченные конусы, разный форм. Идея в чем, отрицательная негативная энергия заходит в органит, как я уже сказал, это смесь металлической стружки и смолы. Также добавляются кристаллы кварца, горный хрусталь, другие минералы, кианит, например, цитрин и так далее. В зависимости от того, что вы хотите. Как я уже сказал, можно. Ну, например, в фэн-шуе есть одно из наставлений, чтобы поставить друзу с цитрином в дальний левый угол, для того, чтобы было благополучие. Вот я делал такие органиты, в которых вместо управления кристалла кварца были как раз кристаллы цитрина для благополучия. И получается, что вот эта отрицательная негативная энергия, проходя через органит, она поляризуется и превращается в позитивную. В этом и принцип их работы. Они не убирают излучение. Ну, а как-то его не убрать. Излучение, оно и есть излучение. То есть Wi-Fi можно убрать только если выключить его. А он излучает все, если возьмем любую квартиру. Тут соседи, там соседи, там, там, там. И у всех точки под нашим... А у некоторых по две Wi-Fi точки стоит. И вот это все, вот этот вот смог от него вообще сложно избавиться. Эффекты положительные, какие вот органиты от их использования. Это вот нормализация психического состояния, восстановление здоровья, улучшение вкуса и качества пищи. Ну, опять же, тот же шунгит в воде. И принцип тот же самый, только здесь органиты можно ставить рядом с продуктами, рядом с водой, там, с графином с водой и так далее. Повышается, повышенный рост урожая. Органиты, вот я говорю, почему у нас, я так сделал, но мы на даче, там, по периметру разложили, там, в доме свои, там, ставим, да. Вот. И это помогает. Когда у вас жизненная энергия с вами остается, она накапливается, то у вас происходит гармонизация, улучшение отношений между людьми, с которыми вы общаетесь. Потому что люди это чувствуют, и они тянутся. Потому что вы полны этой энергии, и с вами хочется говорить. И опять-таки, гармонизация и защита пространства, все вот эти техноизлучения, и опять-таки, туда же сетка Хартмана, да, которая, туда же разломы. Опять-таки, если посмотреть на нашу карту разломов Санкт-Петербурга, кстати, вот эта карта была сделана в 90-х годах, и с тех пор ее никто не пересдавал и не переследовал. Я, например, использую вот ту карту, которая в 90-х годах была сделана. Да, вот другой просто нет. Все. Вот. Я помню, даже у меня до сих пор есть, на даче висит, это карта вредных излучений, радиационных, ленобластей. И изъяли через два месяца после выхода. Через два месяца. Вот очевидец говорит, что через два месяца изъяли. Вот почему я говорю. Сайт «Сакральные знания» мы собираем, собираем и собираем. Органиты. Что мы делаем? Это вот, например, большой гармонизатор, колокол, я его называю. А люди, кто йогой занимается, они говорят, да это же ступа. Я говорю, точно ступа, похоже, да? Кулончики разной формы, как сердечко, круг, квадрат, щит и так далее. Вот. Потому что кому что нравится, и более того, в этом можно заложить определенный смысл. Опять-таки, это получается органит по классической технологии, и все. Единственное, что вы видите, здесь есть рисунок. Рисунки могут быть разные. То есть, можно сделать древо мира, можно сделать цветок жизни и так далее, и так далее. То есть, можно даже, кто знает, сигл. Можно сделать сигл и закатать его туда. Либо сигл можно на нем нацарапать. Тогда получается, что вот этот кулон будет транслировать энергию вот в этот сигл. И вот последнее открытие, которое было сделано. Органит в форме шишки. Вообще, саму эту форму я использовал около года назад. Потому что мы вот с Надей в рамках проекта «Руины и руинисты» с 2018 года собирали информацию по шишке. Вот по самой этой форме, по ее сакральному смыслу. Что такое шишка. И есть ряд публикаций на эту тему и статей. Вот. И, ну, как доказательство. Ну, самая большая шишка у нас где? В Ватикане. В Ватикане. И размер этой шишки 4 метра, друзья. Представляете? То есть, Папа Римский ставит шишку у себя условно под окном размером 4 метра. Но мы понимаем, что что-то здесь вот есть в этом. Кстати, вот в прошлую нашу поездку Александр Николаевич вспомнил, что до 50-х годов прошлого уже века на кроватях изготавливались 4 шишки по периметру. Да? И тут услышали интересное высказывание такое одного человека, который рассказывал, когда он был маленький. Бабушка ему делала такую кровать, вешала разные пеленочки, еще что-то, какие-то там украшатели. Ну, скорее всего, бабушка была ведунья, которая понимала, что она делает, как защитить ребенка. И он сказал, что у него было ощущение, что она ему строит храм для сна. Очень интересное такое высказывание и очень интересное детское восприятие. Вот. Поэтому установка их на кровати, скорее всего, не просто так. Более того, ведь сама форма работает по принципу квантового генератора, потому что каждый лепесток он излучает. Вот центральная фотография. Вот видите, две наши шишки и вот эта шишка. Это шишка на ограде Петропавловской крепости, которая стоит вокруг собора Петра и Павла. А рядом мы видим скульптуру Петра Первого. И его окружают по периметру четыре шишки. То есть тот, кто это делает, он знает, что он делает и знает, почему он это делает. Шишка встречается и в Древней Месопотамии, и у Бога Шивы, и у Осириса, и у шумеров. Знаменитая фреска, где там шумер стоит шишкой. Поэтому вот такой прибор получился. Причем весной этого года получилось так, что на заседании Ладоги я познакомился с работой Александра Николаевича и Андрея Пылинина. Вот они вот эту колбу решили использовать с шунгит-солид-кварцем. И я решил объединить. И получается, что сейчас это органит по классической технологии. Плюс у него все вот это колба. И плюс это форма шишки. Интересный достаточно прибор. Сможете посмотреть, потрогать, что получилось. Благодарю всех за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.